Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет мы сегодня завершаем чтение книги пророка Ионы. Последняя, заключительная, четвертая глава книги. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Чем огорчился Иона? Огорчился тем, о чем мы читали в третьей главе. Неневия разрушена не была, она не была перевернута в физическом смысле, она пережила духовный переворот. Неневитяне во главе со своим царем-батюшкой покаялись и отступили от злых дел своих, и злые неневитяне стали послушными Богу, добрыми, совершили возвращение к Богу. С ними произошел духовный переворот. Иона на это не рассчитывал. Иона думал, что Неневия будет истреблена Богом вместе со всеми своими обитателями. Этого не произошло, и вот поэтому он огорчился. Иона, когда проповедовал, не хотел обращения неневитян, он хотел их погибели. Вместо того, чтобы схватить Иону и казнить за такую проповедь, они сами покаялись от проповеди Иониной. Они вняли этой проповеди, как мы читали, и с ними произошло то, что произошло. Произошло обращение от злых путей к истинному Богу. Удивительное чудо. Иона переживает духовный кризис. Он раздражен, он огорчен и молится Богу так. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей, в святой земле Израиля? Поэтому я и побежал в Таршиш, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве». Здесь из уст Ионы в молитве звучит своего рода символ веры израильтян. Символ веры в Священном Писании, в книге «Исход» звучат те же самые слова. Мы читаем о них во время богоявления, богоявления, которое восподобился пророк и боговидец Моисей. Буквально цитируются Ионы, в книге Ионы, здесь эти слова. 34 глава книги «Исход», 6 стих. «И прошел Господь пред лицом его, пред лицом Моисея, и возгласил, «Господь, Господь, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Господь, которому служит Моисей, Господь, которому не хочет служить, но все-таки служит Иона, не хочет исполнять его волю, но все-таки исполняет, этот Господь долготерпеливый и многомилостивый. Он долготерпит и милует, и хочет миловать, и в этом проявляется его сила и могущество, его милосердие и его долготерпение. Вот этого не может понять Иона. Он не может понять своего Господа, который есть Ханун, Верахум, долготерпеливый и многомилостивый. Как же он не мстит своим врагам, а Господь хочет их помиловать. Иона не согласен с Богом. Он молится и выражает свою обиду, свое огорчение в своей молитве. И ныне, говорит он, продолжается дальше молитва Ионы, «Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Для него смерть дороже, чем послушание Богу. Настолько сильно он огорчен милостью Божией, проявленной к врагам Ионы, к врагам израильского народа, к неневитянам. К врагам Господним, казалось бы. Но враги-то вернулись к Богу, покаялись. Значит, уже Господь их помиловал. Ведь он Господь долготерпеливый и многомилостивый. И сказал Господь в ответ Ионе, «Неужели это огорчило тебя так сильно? Подумай». Почему? Конечно, Господь видит, что это огорчило его. Это вопрос, скорее, риторический, вопрос, который Иона сам себе должен задать. «Почему меня это так сильно огорчило?» Мы не знаем, что ответил Иона Господу. Он, может быть, не ответил ничего, а, как сказано в 5 стихе, «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Он думает, может быть, все-таки низвернет Господь свой гнев с неба и уничтожит этот оплот, этот апофеоз зла мирового, эту неневию. Он строит себе суку, кущу, садится в тени и смотрит, наблюдает. В этот момент Господь продолжает действовать. Ему все послушно, Ему все подвластно, только пророк не хочет слушаться Его. Господь произращает над головой Ионы какое-то удивительное растение. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой Его была тень, и чтобы избавить Его от огорчения Его, Иона весьма обрадовался этому растению. Он был огорчен, Господь его хочет утешить, дает тень над его лысиной, и Иона радуется этому растению. Только что умирать хотел, теперь уже радуется, получил от Бога вот это утешение». В синодальном переводе слово «растение». В еврейском тексте здесь слово «кикаен». «Кикаен» — это апокс, то есть этого слова больше нет нигде в Танахе, в Священном Писании, этого слова нет и в окрестных по отношению к древнееврейскому языку, языках. «Кикаен» — каждый переводит по-своему. Что такое этот «кикаен»? Может быть, тыква, как в церковнославянском переводе, может быть, это клещевина, может быть, это ирис, есть такой вариант, может быть, это, как говорит, как говорит блаженный Иероним, комментирующий Иону. Может быть, это кукурбита по-латински, есть такое растение. Мы не знаем. Синодальный переводчик предпочитает переводить неопределенно. Господь Бог произрастил над ним растение. В еврейском тексте стоит «кикаен», загадочное слово, о значении которого можно только догадываться, но знать точно невозможно. Видимо, в будущем лишь веке мы узнаем о том, что это за чудесный «кикаен», который Бог произрастил, и листва которого покрыло своей тенью лысину Ионы. Иона обрадовался, а Господь Бог его дальше проверяет. Устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, этот «кикаен», и оно, это растение, засохло. Червь тоже послушен Богу. Богу не послушен только пророк. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. Восточный ветер всегда знойный в Святой Земле. Восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». Второй раз он желает себе смерти в продолжении этой четвертой главы книги. «И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, «Очень огорчился даже до смерти». Впервые этот вопрос прозвучал, «Неужели ты так сильно огорчился?» Господь говорит, «Что я помиловал Неневию». И он очень сильно огорчился до смерти. А вот здесь он из-за какого-то пустяка, казалось бы, из-за незначительного растения, огорчился. Ему стало досадно, ему стало обидно, ему стало жарко. Лысину печет солнце, может быть, тепловой удар у него вполне может случиться. Он огорчается, и эта горечь переполняет его душу. Лучше бы умереть, чем эту горечь переживать. Вот такой он и он. Ранимый персонаж этой книги и очень эмоциональный. «Тогда сказал Господь, «Ты сожалеешь о растении». Упрекает, укоряет Господь его, он ужурит. «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором больше 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота». Одних детей там малых, неразумных, беспорточных, 120 тысяч человек, то есть огромное население города и еще множество скота. Господь, Он и скотов милует, они все у Него на перечете, Ему и скотов жалко. И уж тем более, если говорить о людях, одних детей только 120 тысяч человек, не могущих отличить добро от зла еще правой руки от левой, как здесь сказано метафорично. Книга оканчивается вопросом. Этот вопрос задан Ионе, но этот же самый вопрос. Каждый читатель книги, каждый читатель, в том числе мы с вами, прочитав, окончив чтение этой книги, должны задать себе. Этот вопрос, последние слова книги Ионы, содержащие этот вопрос, сегодня звучит, и он обращен к нам. Неужели Богу не пожалеть Неневии? Неужели Господь недолгодерпеливый? Неужели Он не многомилостивый? Неужели Он не пощадит нашу человеческую цивилизацию? Неужели Он погубит ее? Иисус Христос будет молиться о своих врагах. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Мы должны желать прощения, желать спасения своим врагам. Желать им не погибели, а желать о том, чтобы они ушли от злых путей своих и вернулись к Богу. И вместе со Христом молиться об их прощении. Даже тогда, когда они творят злые дела, творят, не ведая, что это путь к их погибели. Таким образом, книга Ионы – это своеобразный мостик к Новому Завету. Во-первых, знамение Ионы. Иона был в очреве большой рыбы три дня и три ночи. Также и сын человеческий будет в очреве преисподней, в смерти, в гробнице, три дня и три ночи, а потом воскреснет. И весть книги Ионы, весть о милосердном Боге. Главное содержание этой книги ради этого, видимо, книга и создана, и написана священным автором. Ради этого она включена в священное писание, чтобы нам напомнить, чтобы нам показать, что Господь в протяжении всей человеческой истории, Он Бог долготерпеливый и многомилостивый. Господь, который, как сказано в книге, исход еще. Господь, Бог, который человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Книге пророка Ионы идеологически противопоставлена книга Нахума. Там тоже главная тема, это тема судьбы зла под солнцем, судьба Ниневи, и олицетворяющая это зло. И у Наума однозначно и прямо говорится, что Ниневя будет погублена, Ниневя будет истреблена со всем своим населением. Там тоже говорится о Боге долготерпеливом. И вот там этот древний символ веры он использовал не полностью. Бог, он мститель. Да, он долготерпелив. Но о милости не говорится в отношении Ниневи. Говорится о том, что он отмстит врагам Израиля, отмстит ниневитянам. Поэтому существует между этими книгами, книгой Нахума и книгой Ионы, своеобразная полемика. Полемика внутри книги «Двенадцати малых пророков». И те, кто составляли, собирали вместе эти разные свитки в единую книгу «Двенадцати», быть может, сознательно поместили эти книги почти рядом друг с другом, почти близко по отношению друг к другу, в корпусе единой книги «Двенадцати». Книга Ионы и книга Наума, по-разному отвечающие на вопрос о милосердии Божьем в отношении врагов, о милосердии Господнем в отношении, в данном случае, Ниневии, но если брать шире, вообще всего мирового зла, в отношении людей, которые являются носителями этого зла. Иона переживает свой кризис. Смог ли он этот кризис пережить, мы не знаем. История кажется незавершенной. Что произошло дальше с пророком, мы не знаем. Поверил ли он в милосердие Божие, для него громко прозвучал этот вопрос, как относиться к тому, что Бог не покарал Ниневию. Бог осудил Иерусалим, вечный, казалось бы, незыблемый храм был захвачен вавилонянами, был сожжен. Помазанники на престоле Давидовом прекратили царствовать. Последний помазанник вместе со своими сыновьями захвачен в плен и уведен в долгий вавилонский плен, где он и скончает свои дни. Вечный незыблемый с Богом завет, казалось бы, нарушен со стороны Бога. Господь не защитил свое святилище, неприступное, непоколебимое. Оно было уничтожено, народ оказался в вавилонском плену. В то же время Ниневия была помилована. Как ответить на эту загадку? Почему Бог Ниневию помиловал, а Иерусалим наказал? История, дальнейшая священная история дает ответ на этот вопрос, но этот вопрос ставится во во всей своей остроте и во всей своей трагичности в книге Ионы. Переживает кризис Иона, переживает с ним кризис, духовный кризис весь иудейский народ, оказавшись в вавилонском плену. Из этого кризиса он выйдет, остаток этого народа выйдет духовно протрезвленным, духовно очищенным, свободным от постоянных искушений, связанных с идолопоклонством во всех его формах, от грубого фетишизма до низкопоклонства перед сильными державами, до низкопоклонства перед той же самой Ассирийской империей. Иона чувствует себя преданным Богом, обманутым, обида, он не контролирует свой гнев, но Иона все равно остается человеком Божьим, он все равно остается собственностью Бога и даже против своей воли, помимо своей воли, он вынужден исполнять волю Божию, вынужден исполнять ту миссию, которую определил ему Господь. Иона радуется растений, негодует о милости Божьей в отношении к Неневии. Гротескная картина предстает читателю книги Ионы. Это удивительная история, так не похожая эта книга Ионы на книги других пророков, такая она интересная, увлекательная, а что самое главное поучительная. Я думаю, что мы с вами, если будем внимательно, вдумчиво читать книгу Ионы и сквозь призму этой книги рассматривать собственную жизнь и собственное свое предназначение, а также задавать вопросы о смысле зла, о смысле человеческого существования здесь под солнцем, о том, почему Бог такой милосердный и долготерпеливый, то мы эти ответы получим, я надеюсь, читая книгу Ионы, которая является мостиком, своеобразным мостиком к евангельской вести, к Новому Завету, и на этот вопрос, звучащий в конце книги, мне ли не пожалеть Неневии, вопрошает Господь, мы получим ответ уже в Новом Завете, где милость Господня простирается уже ко всем, ко всей твари, ко всему человечеству. Эта милость явна и очевидна в лице Иисуса Христа, который наказывается Богом, который умирает, который терпит несправедливую смерть, добровольную и совершенно незаслуженную, несправедливую смерть во искупление наших грехов. Господь наказал Иерусалим и пощадил Неневию, Господь наказал Сына Своего Единородного, предал Его на распятие, но пощадил нас. Удивительные параллели между книгой Ионы и Новым Заветом, между Ионой и Евангелием. Друзья, будем читать книгу Ионы, будем читать ее каждую Великую Субботу, каждый год завершая Великий Пост в преддверии празднования Пасхи, когда она читается целиком в качестве одной из паримий во время Великосубботнего богослужения, будем читать ее дома, будем читать ее и размышлять над ее страницами, поступать будем во всем так, как поступили неневитяне, и не будем поступать так, как поступал главный персонаж этой книги, пророк Иона. Запись сделана для библейского портала Экзегет. ПОЁТ. ПОЁТ. Продолжение следует...